А любви к животным о смерти еще о чем-то? Ну, скорее, у собак нет, как будто себя немного греет. Единственная живая душа. Может быть, да? Родить не умерли, лошадь отняли, осталась девочка одна. История началась с того, что у нее не осталось никого. А история закончилась тем, что у нее осталось... История появилась собака. Хоть кто-то. А в переломном моменте? У нее много кого было. Ели и собака, да? О чем история? Осталась одна. Рядом с ней было много кого, кого она любила. И остался рядом хоть кто-то. О чем история? Потеря. О том, что в живом и с людьми знали быть одна живая душа. И тогда не было веносищества. Девочки, здесь не адресован, но уже старые. Артисты, художники. Смотрите, что богатая она была, если бедная и важная жизнь. Да? История, которую выяснят, построили. Есть не первое, что в ней много лишнего сериального. Прошло 150 лет на сцене искать. В литературе можно писать все, что угодно. А у вас эта история началась, и зритель следит за рождество умеется. Рядом с ней все вы меня работали. Спасибо. Пошли. 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 Ну, как вы догадываете? Пошли. Наша работа называется «Дрелай жизнь». У вас герой существует в обществе, которое его отторгает. У самого героя встречаются внутренние конфликты, проблемы какие-то, он не может с собой справиться, его же мысли его грызут, и он уходит от общества в себя. То есть человек борется с самим собой внутри. Ну, даже не в себя, просто иногда хочется поблить одному, но в следующий плане. Вот, он хочет найти гармонию внутри себя, но, как-то часто бывает, иногда не находит, и в следующий плане, потому что он не получит это мнение. И вот, и когда он не находит, происходит такое саморазрушение человеческой личности. Человек падает на дно. Вот, и человек у нас как древо, такое крона дерева, которое разрушается. Постепенно в ней появляется трещина, он кричит. Да, это крик такой, о помощи. Крик о помощи, да. Никуда. Ты обжихает. Постепенно эта трещина бросает в его душу, естественно, и образуется сам красота. От того, что человек сам себя, собственно, и... И его не понимает, и он сам не может себя понять. Следующее. И происходит такая гибель внутренняя, то есть, да, самовычевание и такой исход, когда ты не понимаешь, куда тебе нужно идти, а выхода нет. Ну, грубо говоря, человек находится на дне своей души, на дне своего сознания, то есть он все, он не имеет сил бороться. И человек, по сути, разобрался себе на щепки, но ничего здесь не добился. Следующий слайд. Значит, ну, как бы там была картина, просто, если сравнить человека и дерево, да, превратился в щепку, зажался. Но весь такой момент, когда ты опускаешься на дно, именно там находясь, ты можешь понять потом из этого дна, что такое хорошо, а что такое плохо. И самый такой переломный момент, что-то случается, появляется какой-то луч света, который, ну, помогает тебе как-то вывести тебя из этого дна, из этого тупика. Мы решили не изображать себя напрямую, для кого-то это вера, для кого-то это любовь, для кого-то это близкий человек, но в любом случае это луч света, который помогает тебе выбраться. Можно следующий слайд? И вот, наверное, в этот момент человек обретает гармонию, обретает какое-то внутреннее спокойствие. То есть, из самой безвыходной ситуации можно найти какой-то выход. И даже из мертвого дерева может вырасти какой-то, там, растопить новую жизнь, новый путь. Все? Все? Очень сложная история. Это очень сложная история. Вот, может быть, сложная философская история почти. Любая сложная философская история, все равно имеет внутри четкую структуру. Это не значит, что кроме этой структуры ничего нет. Но если эта структура шатается, и философия так себе. Она не удержится. Она не удержится. На уровне каких-то слов, ощущений художник понимает, что хочет сказать, а зритель не понимает. Вот, слушайте, я недавно был в городе Тула, вот, море тоже прекрасное. Голодежь. Я знаю, что я хотел сказать. Ты не знаешь. Здесь наша самая история как-нибудь получилась. С чего история началась? С рикли. Будешь четко сказать. С чего началась? Толу-пор. Оно его не принимало тысячу лет. И ничего не менялось. А история вот эта началась с чего? С того. Он решился. Он пошел от всех. Вот от всех. Это пролог до самого. Общество его не принимает, он в нем себя не находит, ему немного ушел. При наречении ушел. От всех. От всех, чтобы искать себя. Табличку такую повесил, извините, ушел в себя, вернулся. Но если он уже ушел, он уже вошел? Нет. Искал, 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 и что произошло? Он в себя... Ушел очень глубоко в себя и... Депрессивно. Чего? Я знаю, что он не вошел, как это нашлось. Искал, 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 и усоп. Да, расстался на щепке, упал в лужу, встал, как мертвое дерево. То есть, по большому счету... Давай я просто... Даже в магическом форме, если я в уравнении слишком много переменных напекаю, я никогда не решу. Уже есть икс-игрик, давай с ним писать. Искай в себя, что произошло? Не нашел. Потерял? Потерял. Да. Искал, и сказал, не нашел, это еще не процесс. Да. Потерял. Искал, и сказал, потерял себя в ощущении. Да, потерял себя в ощущении. Да, потерял себя в ощущении. Точнее не смогу. Смысл сразу приобретается. Да, да, да. Это знаете, как вот если Юлку, вразильку, я ее почти вставил, но чуть-чуть не попал, только не идет. Вот пока, в этой стороны, по-любому вставил, оп, мама у себя загадилась. Потерял себя. А что дальше произошло? Нашел. А отчего? Потому что человек попал на самое дно. Только попал. События вчера. На самое дно. У нас уже не было. Не вижу прогнозу. Не вижу ногу. Да прогноз нет и ничего. Слушайте. Это удругательство в программке напишут. Понятно? Нельзя так. Вначале этого истории не было. А если не было в начале истории, значит, в этом мире нет. Он ушел от всех. И себя потерял. Ну, значит, что-то извне к нему пришло, чтобы его поднять. К нему пришел другой. Любой. Да, вполне. К нему пришел. К нему кто-то пришел. К нему кто-то пришел. К нему кто-то руку протянул. Ему кто-то нашел. Он себя потерял. А его кто-то нашел. Это я про ваш ничего. Да? Да. Он от всех ушел. Себя потерял. А тот его нашел. А дальше что произошло? Он пошел за этим человеком. Ну, мужем и... Переродился. И... Он нашел себя сам. Себя нашел и... Эта история не закончилась. Если он в начале ушел. Он берет русский. Вот в то общество, которое ему не догадывает. А куда он русский? Или куда он пошел теперь? Простите, просто время. Я могу сейчас написать, но сказать, что не право. Александр Николаевич, но по-другому. Таких, как он? Например. Это не значит, что история про это. Ну, хотя бы и значит, что вот здесь она складывается математически. Здесь, да. И вот здесь она была бы не торчат. Да. Александр Николаевич, у нас время просто катастрофически. Телеграфно очень важные вещи. И вот здесь она была бы не... Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Включает в себя действие, естественно, потому что либо рождается цель, либо рождается возможность. Действие, исчерпавшее себя до самого логичного конца, полностью до конца, такого, такого или какого, это и есть то же событие. Забивал, забивал гость. Забивал, забивал гость. Забивал, забивал гость. Ударился им по пальцам, убежал в травмакосы. И исчерпавший себя до конца. Внутри события конфликт есть? Однозначно есть. Внутри события... А я могу взять события и разделить на несколько других событий? Да. А как же наши точки? С чего все началось? Вы можете разделить на действие и факт. Вы понимаете, ребята, что в событии есть действие, но не каждое действие является событием. Вот это же вы должны понять. Вот смотрите. Не каждое действие. Не каждое действие дает сразу события. Понятно? Ну, а не может быть. Если предлагаемые статисты, или обострить конфликт? Если... Атом. 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 Вот смотри, то есть не маленькая возможность, что это некая звездная система. Есть звезда, и вокруг нее вращается планетное образование. А могут вокруг какой-либо из планет вращаться ее из планет? Да. Завтра, и вокруг. Ну, Маса, Фурус, и вокруг. Есть события звездная система, я могу его внутри разделить на планетные системы. Но я знаю, что есть точка звезда. Понятно. Если я планетную систему на нее гущусь, смотрю, на ней есть электроны. Они устроены точно так же. Правда? А ученые говорят, что это тоже не является величайшей медленной частицей вещества. Важно другое, что я не могу в один событий вверх, я могу рассматривать всю жизнь человека как одно событие. Могу? Конечно. С чего началось? С рождения. Чем закончилось? Смерть. А где переломная? А у кого где? А у кого где? Потому что как решить режиссер и отпер автор своей жизни. Кто-то говорит смерть, кто-то переходом в мир рукой. Кто-то говорит, что главное событие это там, где оставил после себя потомство? Да пожалуйста. Учеников. Оставил после себя учеников? Пожалуйста. Где главное событие? Слушайте, ну уже вообще всего в этой жизни нажрался и удалил, не хочу больше сдохнуть, но поскорее. Вот такое переломное событие и вот такое тогда финальное событие. Одно событие. Я могу учебу в институте представить как одно событие? Да, конечно. Вся жизнь. А я могу всю историю цивилизации представить как одно событие? Все-таки это цепь событий. Вы тоже как-то не уничтожили, да? Вы знаете, что жизнь и я могу это сквозное действие. Действие сквозное состоит из ряда событий, которые достаточно сильно влияют на судьбу того же героя и меняют немного его линию поведения. А от чего зависит событие, когда заканчивается? Когда исчерпан конфликт, тогда заканчивается главное событие. Как только вы исчерпали конфликт, исчерпалось главное событие. Потому что нечем больше играть. Все, конфликт исчерпан. Нет, я сейчас говорю как раз о масштабе. Вы понимаете, что вы именно что говорите? То, что они сейчас этого воспринимают, переводят на практические рельсы. А мне бы это как раз очень не хотелось. Вы немножечко уводите их, а как раз на определенные точки зрения, которые они получают здесь. Вот смотрите, что терминологии есть много, разные и очень часто. Мы пользуемся терминологией, которая принята в нашем русском театре, исходя из Станиславского. Исходя из Станиславского. Даже ученики Станиславского между собой очень часто говорят. Абсолютно верно. Трактурка. И Халчетов, или там Вакхангов. Это совсем разные вещи. И Борис Евгеньевич Захалов. Конечно, да. Ну, Захалов, честно. Прошло, прошло, прошло. Вот, смотрите, что там. В событиях вовлечены несколько человек. Это для них одно и то же событие. То есть несколько персонажей на сцене. События, да, отношения. Одно и то же у них событие произошло. Я потерял пашелек, Лена Игоревна нашла пашелек. Это одно общее событие. Да. А оно для нас, для Венакова. Нет. Абсолютно по-разному. Победа в Великой Отечественной войне. Для кого? Для нас радость, для всех. Для тех, кто сражался на стороне антигитлеровских королевцев. Поражение в таком мировой войне. Пашизм. Да, пашизм, уже лучше сказать. Событие одно, выглядит по-разному. А для страны, которая вообще в войне не участвовала, это тоже событие? Да. Конец войны. Есть хорошая ошибка, когда актер на сцене начинает играть за другого. Чужое событие. Чужое событие. Одно и то же событие, один и тот же мяч, с одной стороны выглядит красным, а с другой запасом может выглядеть синим. Про них сказали, про них сказали. Еще про что? Ну как? Нет, Саша, наверное, Александр Николаевич. Все-таки, понимаете, ясные события, это одно. Вы сейчас будете жизненную ситуацию переводить на театр. Правильно. Подождите, Валерий Ильич, извините, пожалуйста. Вот, Саша, я хочу сказать, что о чем все пропустили? Вы пропустили ту нефициацию, которую дали. Событие с трех точек зрения. Потому что, чтобы сейчас не было. Мы говорим о событиях логических, и вы совершенно правы. А вы говорите о событиях, вот это скомкалось. Вы просто... Я сейчас говорю, что дети должны... События жизни, события философские, философские события, философские, философские события. И все это разные способы одновременности. Мы должны прийти к одному. Поскольку, когда мы берем пьесу, мы должны договориться очень точно, что мы делаем. Здесь, да, в принципе, то есть, а в категории. Где, какое событие, сколько событий, где папа, когда и так далее. Вы должны понимать, что ты сын. Сейчас самое важное, что история сочиняется. Она не готова ее к другому другу, да? Там же готова. Мы должны ее оживить. Вот, скорее всего, вы знаете, мне кажется, это очень полезно, вот это событие для инфекции. Да, да. Вот для рабочих. Когда мы берем уже... У нас есть каркас, да, событийный. Мы разобрали, как бы, а потом мы ее, как бы, оживляем. Да, Александр Ильич, это очень верно. Вы знаете, но задача режиссера. Даже на основе драматургического произведения сочините историю. Ну, сочините уже историю совсем другую, которая идет, так называемый, полтекст скрыть, да? Действийный анализ произвести. И он может, в принципе, отчасти от той истории, которую... Но он же не может свои события сочинить. Да, не вести от того, как будет, а не может. А не может. В русле. Да, в русле того, что драматургский... Он может рисовать этот событий, но не сочините, если их нету. Да вы, если... Пять, не раздайте, а я, мы пошли на пьесу. Стоп, 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 тут пьесы никаких нет. Нет пьесы. Мы ее сочинялись, разграничили. Если мы говорим об одном и том же слове, об одном и том же слове события, с точки зрения человека, что дачи этого события, и с точки зрения театра, и с точки зрения социума. С точки зрения человека, события, которые со мной произошло, это в первую очередь что? Как я могу сказать? Вот сейчас со мной произошло событие большое, а сейчас так не очень. Почему? Каким принципы анкелетов? Все равно не знаю. То, какой след это оставило? Ага. След оставило во мне. Как она меня изменила? Изменила. Как она меня впечатлила? Сколько эмоций вызвало? Да. Ой, такие котятки, такие котятки. У моих ножек родились такие котятки. Прыгнули. Котяшки-котяшки. Для него лично. Забытие. Эмоции. Эмоционально. Еще. Насколько это лежит на моем сквозном, на моем человеческом жизненном плане. Я собираюсь поступать в институт. Открылся новый факультет. События. События, да? Вот это события через персонаж, через субъект. Это вообще не надо. Для человека. Для человека. Да. Для человека, для человека. Кто выделяет в этом случае, какое событие важное, какое не важное? Сомсом. Сомсом. И. Ну, режиссер обстоятельства только говорит, да? Жизнь. Что-то, как Шекспир говорил, судьба. Судьба. Да? Вот, а вот это оказывается, для тебя обратно. На театре. Когда мы понимаем, что вот это для персонажа событие, а вот это не событие. Как он меняется. Меняется. Вот это ключевая вещь. Очень сильно меняется, если для него это событие. Еще. Причем предельно сжатый ритм. Да. Еще. На театре. Для персонажа событие, когда он... меняет самое главное. Да хуй. Да, хуй. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Когда ждет заранее. Для детей Новый год событие? Да. А когда Новый год? Да столько дней осталось. Это ерунда этот Новый год. Да? Не будут события, ждет признак. Для театра персонажа меняется еще раз. Когда он неожидан. Что? Когда он неожидан. Есть события объективные. Есть субъективные. То, что я делал, делал, гвозди забивал, забивал, забил. И есть события объективные. Меняется, да? Объективные события неожиданно. Как говорится, Сергей Вячеславович, в жизни 50% объективных, 50% субъективных. Как правило. На театре соотношения другое искусство, кристаллизованное действительность. Там как бы ситуация сильнее зависит от действия персонажа. Там больше субъективных. Если мы говорим о работе юридии, там объективные события, по большому счету, только одно. И то не до конца объективные. Это мы вчера его раскопали. Помните махинацию, которую придумал отец Ложенца, чтобы Джульетта и Ромео таки были вместе? Помните? Письмо. Как бы отравы. А почему не получилось? Что помешало? Письмо не доставили. А почему не доставили? Почему не доставили письмо? Какое объективное событие помешало? Чума. Чума? Чума. Да, да, да. Вот именно про это... Вы извините, но чума – это предлагаемое обстоятельство все-таки, а не событие. Вот какая в чем вещь. Вы видите, событие, растянутое на определенный длинный период, он уже не считает, что событие есть. Оно становится предлагаемое обстоятельство. Ну, нет, если определить, это то, что этот человек поехал и попал в чуму, это будет событие. Попал в трансфер. Попал в трансфер. Короче, как вы определите, главное, чтобы доработало. И последнее. В социуме. Вот в социуме, когда вы считаете, ой, вот это было масштабное событие в жизни общества, в социуме. Ну, тут только войны там. Да ладно, александр, что ли, не масштабное событие? Ну, да. Ага. Ну, блин, признаки, признаки, признаки. Тогда тоже масштаб. Масштаб задействованных леет. Масштаб задействованных леет. Много людей. Вот смотрите, что бывает. Для одного человека не столь важное событие, может быть, в котором всего два человека участвуют. Она сказала мне, да, я самый счастливый человек в мире. Сколько всего это участвует? Двое. Двое. С точки зрения суциума, красная. Еще. Когда заранее ждут. Когда идея затрагивает общие интересы разных групп людей, чем-то события объединяет людей. Разных кто-то нашел. Или взъединяет. Несколько отрицательных событий, да? У нас же очень хорошие связи были и научные, и рабочие, и политические. С Германией бывают люди, да? Очень много людей, если учиться друг другу, ученые, медики, рабочие, война, и эти люди не сопротивляют. Много людей ждут, объединяет, и есть важная вещь, как она о событиях появляющихся. И, конечно, нет, это невозможно, но это, это же целый курс, это пять лет. Это пять лет. Надо только чтобы разобрать, что такое событие. Понять. Ну, понять, что такое, разобрать. Я почему разграничил? Для человека это может быть не настолько важно. И для театра вот этот принцип. Заранее о каком-то важном событии в спектакле неизвестно, не оповещали, не зрительников. Бац! Оно произошло, и оно построено так, что все поменялось. В жизни бывает то же самое. В социуме. Вот так, когда заранее неизвестно, и бац, и все произошло, единственные масштабные события, которые происходят, называются как? Катастрофа, все было хорошо, и вдруг бум. Бывает ли в жизни социума события? Ой, как-то все было плохо, и бац, стало хорошо. Да, в социуме. Реально. А в жизни человека бывает. А вот, Валерий совершенно прав, что в пьесе эта игра, это предлагаемая, кстати, это всего лишь. И события здесь не играют. Нет, есть еще мнение такое, но это уже, как ты, так сказать, что прошедшиеся события для последующих действий становятся предлагаемыми. Потому что они факты. Оно уже произошло, и это факт истории этого спектакля, мира этого спектакля. В этом спектакле это уже... А еще одна интересная и занятая штука очень в мотивации актерских на событиях. Да. То есть своей, как бы, истории на то событие, которое определяет режиссер, а я уже через персонажа еще какую-то свою историю, мотивацию, обравдание того, что... На самом деле... Артерский. На самом деле... То есть персонаж, на... То есть вы пытаетесь персонажа, а потом как бы актерский, я пытаюсь... Вот, но здесь есть вот такая опасность, смотрите, что, да, Александр Кириллович, полно с вами согласен, есть разница в учебных работах и в постановке спектакля. Конечно. Если я в жизни решу какое-то событие сделать для себя более значимым, то мне скажет спасибо или скажет нельзя? Ну вам все скажут спасибо. Нет, для себя, я говорю, нет, вот это событие, если вы узнаете, я его сделаю важным. Я его прямо вот так не говорю. Я сам себе. Только я сам виду, мои близкие, родные, для кого делают. Если я на театре решу, чтобы... Ах, понимаете, режиссер, я сейчас вот это событие вот так масштабно сыграю. Кто мне скажет спасибо в кавычках? С первой, раньше. Партнер? Второй. Зритель? Вообще ничего не понял, почему это так важно, да? И третий? После спектакля. А можно? Кто в рубке? Кто в рубке? Рубка, откликнись. Молодец. Дай, пожалуйста, сцепт на сцену. А можно? А что, выключили? Есть? Нет, выключили. Включишь проекцию? Можно, да? Наши, наши. Не работай. Пока включают реакцию. Ребят, на самом деле, теория театрального искусства – это вещи, которые находятся в стадии становления и разработки. Учитесь, включайтесь в научную работу. То есть, разбираться в том, что такое событие, и как оно, понятие события меняется с изменением театра, а театр живет и меняется. Трактуется по-разному. Трактуется по-разному. Изучающие, чтите. Мы посмотрим, насколько вы внимательны. На сцене очень опасная ситуация. Там и руки. Нам нужно всем выйти на сцену. Можно? Причусь. Да. Всем выйти на сцену и не раздавить руки, и распределиться равномерно. Вокруг основной группы. Всех участников. Пожалуйста, на сцену, а Наталья вам же. Ночтей, спасибо за то, что у нас с тебя передавали. Наталья Николаевна. Вы, пожалуйста, на пилки не давите, а то только мы. Ну, пожалуйста, выходите сюда. Давайте сделаем молитвы, а то у нас нет. Пожалуйста. Или колбойте, колбойте с ребят. Простите, Наталья Николаевна, тоже к нам. Слотка сняли, дели, 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 дели. Ну, я сейчас, а я поменяю? Прошу. Так, только, смотрите, давайте наносим твень, как вот здесь, потому что мы твень, как вот здесь, потому что мы твень, так, чтобы было видно нас. Александр, вы плохо придумали, давайте все вниз, вот сюда. Я плохо придумал, я иду все. Да, ну, давайте, давайте. Ну, не так, да, это позиционное ощущение. Правда, верно, совершенно. Совершенно согласен. А вам придется вот прыгать, прошу, прыгайте сюда. Вот, а дверь, смотри, чтобы было... Да, да, вот кто-то прям на бой прям своей. Вот, я поднимаюсь, да, поднимаюсь. Нет, надо всем двинуться еще. Так, давайте, давайте сюда, к нам. Пожалуйста. Нет, вам лучше спуститься вот сюда, на самом деле, пригораживайте проект. А внизу тут есть прям хорошее место. Вот здесь. Александр Ильич, давайте. Дай, вот тут. И что, вот сюда. Вот сяди сюда, где-то кем-нибудь. Самый верхний ряд. Вот так вот. В шахматном порядке встаньте, пожалуйста. Все прям в шахматном, да? И теперь вот так вот гармошки съедите, пожалуйста, еще сильнее. Чиз-за конференция... Ой, конгресс... Тьфу. Еще чуть-чуть. Ильич, не писайте, ага. Участники кластера закрываются. Чиз-за. Я вот... Я фотограф не от Бога, я сразу говорю. Я чуть-чуть не от Бога. Здесь же они прохимы. Ну, давай, кто-нибудь, ну, почем. Никита. Никита, ты стыдный. Внимание. Сейчас вылетит пластер. Смотришь, что это на тропологии? Да, 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 да. Это что, тропология? Ну, ладно. Молись, я думаю, сказали тропологии. Я... 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 Очень спешно. Нет, Бахтии. Бахтии. Отлично. Что там будет? Спасибо. 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 Выключите. Выключите.